Давайте рассмотрим эту фотографию. Это Кентукки Эквин Ресерч Центра, то есть центр в Кентукки, который занимается исследованием в основном проблем питания лошадей. Но здесь мы видим прекрасный вариант конюшни, если говорить о конюшенном содержании лошадей. И на несколько аспектов я здесь хочу обратить внимание. Обращаю внимание я на них для того, чтобы напомнить вам о том, что курс содержания лошадей конюшни мечты сегодня и завтра полдня, понедельник, можно купить со скидкой 12 500 вместо 17 000. И в шапке профиля можно найти этот курс и сразу же оплатить. Цена будет повышаться. В этом курсе мы говорим как о таких интересных, заслуживающих внимания системах содержания лошадей, как активные конюшни Рай в Ливаде, но также мы говорим о традиционной конюшенной денниковой системе содержания лошадей. И здесь прекрасный вариант конюшни для денникового содержания. Что здесь сразу хочется отметить и прямо взять на вооружение? Во-первых, высота потолков. Высота потолков здесь существенно больше 3 метров, здесь она около 6 метров. Именно такая высота потолка позволяет большим объемам воздуха перемещаться по конюшне, быстро заменяя воздух. Свежий чистый воздух очень важен для респираторной системы лошадей. И почему он важен, то есть как она устроена, я также говорю на курсе содержания лошадей, когда я говорю о вентиляции. Второй момент, на который, и про высоту потолков я тоже говорю. Второй момент, на который я хочу обратить здесь же внимание, и он связан в том числе и с вентиляцией. Обратите внимание на нестандартные для России фронтальные стены денников, состоящие из решетки. Это также позволяет большим объемам воздуха циркулировать, то есть в конюшне не застаивается воздух в каждом отдельном деннике, а перемещается по всей конюшне. Также это позволяет аммиаку, самому вредному тяжелому газу, который вырабатывается бактериями, которые поедают, скажем так, вещества, содержащиеся в моче и в кале. То есть это не сама моча и кал вырабатывают это вещество, а это бактерия. Об этом я также говорю очень подробно в курсе. Так вот, этот газ, он, как правило, оседает в районе ног. Это тяжелый газ, он тяжелее воздуха. И он оседает на самом полуденнике, как раз там, где лошади чаще всего едят, где расположен их нос, когда они поедают сено, когда они поедают концентраты, окормить лошадей. И сено, и концентратами лучше с пола, об этом я говорила, как в статье на Equilife.ru, можете по поиску посмотреть, почему лошади стоит есть с пола так. И еще раз напоминаю, в курсе. Так вот, здесь решетки такие, возьмите на вооружение, даже если вы не будете покупать курс, где я также говорю об оптимальном варианте устройства и стен денника, и фронтальных стен денника, и дверей в том числе. Так вот, именно такая сетка позволяет циркулировать свободно в воздуху не только в самой конюшне, но и, что самое главное, внутри денника, тем самым позволяя аммиаку легче выбраться из денника, не образуя такую ядовитую ячейку, в которой аммиак закрыт со всех сторон, и он может выйти только если дверь будет открыта. Обратите внимание, но такие ячейки могут содержать и минус, то есть подстилка может высыпаться через решетку, и в своем курсе я говорю, как нивелировать этот аспект. Что мы здесь видим еще? Мы видим световые лампы, которые расположены правильно, так чтобы свет не светил фронтально, и об этом я также говорю в курсе, о том, почему свет важен для лошадей, какой свет оптимален в конюшне, какие лампы стоит использовать, и как их располагать с точки зрения оптимума, с точки зрения здоровья для лошадей. Мы здесь видим также широкий проход, который позволяет как технике въехать, так и лошадям спокойно расходиться с друг другом, здесь можно даже организовать место для чистки, хотя всегда оптимально, чтобы место для чистки было отдельное. Также мы здесь видим два типа деньника, некоторые деньки со своим выходом в леваду, об этом я также говорю на курсе, и некоторые с окном, здесь у меня к окну есть вопросы, и опять же я говорю об этом в разделе освещения в конюшне. На самом деле по этой короткой фотографии мне есть еще что сказать, и о двери, конфигурации дверей, о том, как выполнен пол, плюсы и минусы, но это все мы подробно будем разбирать на курсе, если у вас есть заинтересованность, прошу вас, у вас сегодня есть возможность купить это по самой оптимальной цене.